Буквально пару дней назад мы сняли с грядок урожая лука. Это и репчатого, и семейного, и такого нетипично крупного лука, как эксибишен. А так как одновременно вместе с ним мы убираем и чеснок, то я сегодня этими займусь. А заодно уже буду вспоминать все важные моменты в этом процессе. Итак, начну с главного и расскажу, что же будет с чесночным урожаем, если его вовремя не убрать и передержать в земле. А произойдет следующее. Сначала у него начнет растрескиваться головка, а затем уже она вовсе рассыпется на отдельные зубки. И в результате такие вот поврежденные луковицы будет очень трудно сохранить зимой. А это значит, что своевременная уборка корнеплодов – это есть залог надежного и долгого их хранения. И обычно озимый чеснок мы убираем во второй половине июля. Но вот более точные сроки сбора урожая зависят от погоды конкретного лета. Особенно, насколько жарким была первая его половина. Ну а для того, чтобы точно понять, готов чеснок к уборке или нет, его нужно осмотреть и его зрелость определить по внешним признакам. Например, самый очевидный признак готовности урожая – это подсыхание и пожелтение листьев и полигание ботвы, наподобие как у лука. А вдобавок еще очень хороший индикатор у чеснока – это стрелки. Если они распрямились, наружная оболочка соцветия лопнула и сами бульбочки уже выглядывают наружу, это значит, что чеснок готов и самое время его копать. А сам принцип выкапывания чеснока, он ничем не отличается от лука. То есть для этого подойдет и лопата, и вилы, и нужно всего лишь слегка подкопать его и за перья вытянуть корнеплоды. Тут же напомню, что для того, чтобы повысить лёжкость любых корнеплодов, которые предназначаются на хранение, минимум за пару недель до их сбора, их уже совершенно не поливают. Ну а далее, все абсолютно так же, как и с луком. Тут же на грядке раскладываем луковицы на просушку, только ненадолго, буквально на часик, чтобы чуть их обветрить и обсушить, если достали из влажной земли. А затем убираем их под навес. И перья пока не обрезаем, так как все питательные вещества из них постепенно в дальнейшем перейдут в луковицу. Дальше, как только чеснок хорошо просушится, то я обрезаю у луковиц корни и ботву, оставляя при этом хвостики длиной 10-15 сантиметров, чтобы затем сплести их в косы. Это самый удобный и очень красивый способ хранения и лука, и чеснока. Так как таким образом и место экономится, и просматривать их удобно, и снимать по головке тоже очень удобно. Ссылку на видео, где я показывала, как их заплетать, оставляю в описании к этому ролику. Или же можно просто обрезать хвостики покороче и сохранить луковицы другими способами. Например, в стеклянной банке. А более подробно и про этот вариант хранения, и еще несколько других тоже очень хороших способов хранения чеснока, прямо вплоть до нового урожая, вы найдете в другом видео тут же ниже по ссылке в описании. Ну и наконец, прежде чем плести вязанки, или даже просто отправлять урожай на хранение, его нужно, конечно же, отсортировать. И вот тут уже сортируем не так, как у лука, а с точностью до наоборот. То есть самые крупные головки, и необходимое их количество, откладываем на посадку этой осенью, а остальное урожай отправляем на хранение. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Спасибо за просмотр!